Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы вновь в передаче «Диалог под часами» и сегодня у нас в программе философ Александр Гелич Дугин, которого вы все должны прекрасно знать, если смотрите нас давно. Ну и вообще, я думаю, что он на нашем таком медиа небосклоне стал заметной фигурой. Здравствуйте, Александр Гелич. Здравствуйте. Я хотел спросить, ваше все-таки основное занятие – философия? Ну, скорее всего, да. Поскольку я вообще возглавляю в МГУ кафедру социологии международных отношений, и у меня есть докторская написана по политологии, одна, вторая докторская по социологии, но вот я больше себя, конечно, воспринимаю философом. Кандидатская у меня была по философии, и вообще философия мне представляется такой исчерпывающей сферой, от которой можно перейти и в социологию, и в политологию, и в теологию, например, и в историю. А в поэзию? В поэзию сложнее. Вот Мартин Хайдеггер, немецкий философ, интересную вещь говорил, что философия и поэзия – это две горы. На самом деле, когда люди стоят на вершине этих гор, они видят друг друга. Но для того, чтобы перейти с одной на другую, надо спуститься вниз. То есть между ними общей точкой соприкосновения является долина, лежащая между этими горами. Поэтому прямого перехода между философией и поэзией нащупать довольно трудно. Хотя, конечно, философы часто очень вдохновляются поэзией, поэты прислушиваются к философии, но все-таки это разные горы по Хайдеггеру. Да, вот видите, а я думал, ну как-то по моему ощущению, это как вот Эльбрус или Арарат, двухглавая такая гора, что в долину не надо спускаться, а как-то немножко приспуститься. Ну вот знаете, вот интересно по Хайдеггеру именно, что при всей видимости, поскольку когда люди находят до этих вершин, они видят друг друга. С одной вершины лучше видно другую вершину. Ну это разумеется, там и воздух способствует. Ну и, в общем, точка зрения, то, что называется наблюдательный пункт. Вот у философа-неоплатоники говорили, что вершина Олимпа – это наблюдательный пункт, с которым видно всю Вселенную. Так вот, философ видит одну Вселенную, он видит себя в центре философской Вселенной, а поэт в центре поэтической. И несмотря на сходство и вот такую некую действительно разряженность воздуха, – это разные горы. Ну и потом, мне всегда казалось, что вот те откровения, которые посещает поэта, они сродни откровениям, которые посещает философа. Сродни. Но очень различен язык, потому что язык философии – это язык идей и концептов, а язык поэзии – это язык образов, образов, слов. Это немножко разные вещи, поскольку для философа концепт или идея, они в каком-то смысле превышают слова. Они живут где-то вот в особом таком идейном мире, которое подлежит созерцанию. А поэт без слова, без пластики, без отдельных букв, звуков, их сочетаний, без музыки слова, без его такого, можно сказать, чувственного присутствия, очень сложно. Сложно поэтому переводить и объяснять, о чем поэзия. Настоящая поэзия настолько многомерна, что нуждается в каком-то бесконечном пояснении, и все равно смысла ее не передашь, если нет. Ну да, она практически непереводима, потому что нужно иметь тот инструмент, на котором сыграл автор. Да, и плюс еще интересно, что поэты, как правило, не понимают, что они, настоящие поэты, говорят, потому что они становятся в каком-то смысле такими трансляторами мусс, вдохновения, в то время как, если философ будет не понимать, что он говорит, он будет дисквалифицирован. Философу требуется понимать, что он говорит. Он должен провести саму рефлексию, должен сказать, почему он это говорит, в качестве кого он говорит, откуда он то или иное взял, это его профессиональный долг. В то время, если поэт будет советачиваться на этом, то едва ли поэзия родится. Вот в поэзии должна быть такая спонтанность. Поэт не может существовать вне ткани поэзии, ну вот как таковой, допустим, своего языка. Вот. И также и философ, он не может не знать всей философии, которая была до него и существует в его время. Но, правильно, это совершенно верно. Но здесь, с другой стороны, философ, любой философ стремится найти некие общие истоковые, некие светящиеся, как у Платона, светящиеся сущности, которые потом, как источники света, подвергаются дифракции на системы, теории, языки в каком-то смысле. Я, Александр Георгиевич, не случайно об этом как-то заговорил, потому что, ну, с одной стороны, каждый человек, ну, свои какие-то психофизические свойства, может, более эмоционально, менее. Но вчерашняя передача, вы прям, когда кто-то говорил, из противоположной стороны, вы прям как бы так вот начали с того, что вы как будто выстрелили так словом. Такой эмоциональный разряд был похож на такую, знаете, на грозу, на молнию. Вот. И я подумал, что вот, ну, я всегда думал, что поэзия и философия, они вот таким образом соприкасаются. Вот. Вы немножко пояснили, как вы это чувствуете. Но я тоже чувствую, что поэтическое все равно, ну, такое, ну, отношение, ну, можно сказать, внутри вас художественное. Потому что иначе бы не затрагивало так ваше сердце. Вот, отец Дмитрий, знаете, на самом деле идеи, просто речь идет о том, что это очень живая вещь, сфера идей. Вот. У нас есть карикатурное представление о философах. Когда мы говорим, философский относится к жизни. Значит, не принимать ничего, как бы, близко к сердцу. Это очень ложное представление. Философия – это сфера, наоборот, на мой взгляд, повышенной энергии, повышенной внимательности к определенным вещам. И вот то, что человека нефилософского, например, может оставить равнодушным, например, столкновение с идеями или взглядами, которые являются враждебными, ложными или принадлежащими к другой альтернативной мировоззренческой платформе. Обычный человек думает, если меня не обижают, не оскорбляют, не унижают, то это меня и не мобилизует. То есть, или не привлекает, не восхищает. А в мире идей, неважно, каковы физический или даже эмоциональный посыл, важно, что стоит за теми или иными высказываниями, с теми или иными группами социальными, с теми или иными людьми. И вот здесь, когда философ сталкивается с идеями, которые ему представляются ложными, враждебными, пагубными, он видит уже в этих идеях, еще просто корректно, на уровне дискуссий, сформулированных или подразумеваемых, видит те последствия, которые, будучи реализованными, непременно дадут о себе знать. То есть, здесь это как бы мышление на уровне причин. И не надо философу дожидаться, пока эти причины приведут к своим трагическим последствиям. Он видит зло или ложь в самих идейных конструкциях, для которых обычно покажутся нейтральными или безобидными вполне. Отсюда такая повышенная реакция. Я считаю, что либерализм – это очень опасная идеология. Идеи либерализма не только в своем воплощении являются фатальными и антигуманными, но и в своих предпосылках. И поэтому, когда я вижу людей, которые защищают либерализм, неважно, на практике или в теории, естественно, это вызывает мобилизацию моих внутренних чувств и философскую реакцию. Ну, я-то, конечно, мне более знакома среда все-таки религиозной такой жизни. И я вот через это осмысливаю бытие. Но я вообще представляю себе, ну, в силу того, что либерализм, и, лучше так сказать, его носители, потому что, ну, вряд ли там Павел Семенович, который нам оппонировал, он как-то философски это осмысливает. Он, ну, на таком практическом художественном уровне. Но я тоже понимаю, что, и я пытался об этом сказать, что для него и вообще всех людей, которые там, ну, условно были оппонентами, для них просто услышать то, что вы говорите, ну, там, Илья, это просто невозможно. Поэтому я вот считаю, что это такая же полемика абсолютно не может иметь никакого продвижения, как разговор, чья вера шепчая. Где-то так, где-то так. Поскольку либерализм представляет собой идеологию философскую, политическую, в каком-то смысле, такую идеологию, которая, будучи примененной к любой религии, эту религию до неузнаваемости исказит или изменит. Ну, как мы видим на Западе, что получилось с христианством. Совершенно верно. Это даже не ошметки, а какой-то кощун. Тут даже такой вопрос, в какой степени развитие западной христианской традиции дало на каком-то этапе либерализм. Здесь есть обратный момент, что движение западно-христианской мысли постепенно, от века к век, через реформацию, протестантизм и так далее, привело к появлению либеральной идеологии, как уже освобождение даже от христианского содержания, как процесс секуляризации, дехристианизации. Но, очень интересно, что не просто дехристианизации, а дехристианизации западного христианства. Потому что, если перейти от православной, например, христианской веры к секулярности, к светской модели, мы не получим философии аналогичной, которую мы получили на Западе. То есть, это очень важно, что лежало в основе, даже чтобы преодолевалось в ходе нового времени. Запад имел дело с западной европейской версией христианства, в первую очередь с протестантизмом, который, будучи подвергшись еще одному такому осмыслению, дал как раз либерализм. То есть, это продукт постпротестантской философии, либерализм. И смысл либерализма очень прост философский. В том, что индивидуум есть мера вещей. Даже не человек. Это не просто гуманизм. Это именно индивидуализм, что все является индивидуальным. И поэтому индивидуум является мерой вещей, вершиной творения. И он может выносить решения и по поводу общества, и по поводу добра и зла, и по поводу Бога, или дьявола, или по поводу их отсутствия. То есть, индивидуум есть последняя инстанция, начало и конец, альфа и омега всей жизни, всего человечества. Эта идея родилась постепенно. Родилась она через западное толкование индивидуального спасения, личного спасения. Постепенно от личности, от христианского представления о сложной личности, многомерной. Все это сужалось, 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 и вот дошло до индивидуума. На этом построен либерализм. То есть, общество должно быть для индивидуума. Индивидуум имеет право выносить свое суждение как окончательное решение. Никто не имеет права, ни общество, ни народ, ни церковь, ни история, ни догматы, ни отцы, никто не имеет права влиять на индивидуума, и поэтому он должен быть свободен. Отсюда идея отрицательной свободы либерализма. Это они сами говорят, это не мы, про их критики, говорим об отрицательной свободе. Это Миль, Джон Стюарт Миль, теоретик либерализма, говорил, что в либерализме доминирует отрицательная свобода. Свобода от. Свобода индивидуума от чего? От всех форм коллективной идентичности. То есть, от церкви, от нации, от всего, от класса, от общества, от истории. Индивидуум должен быть освобожден. И когда мы сталкиваемся с людьми, которые считают так, конечно, они нас слушать не будут, потому что мы исходим из других предпосылок. Для религиозного человека, для православного человека есть выше ценности, чем они. И производит впечатление такого совершенно религиозного пафоса. И, в общем, в силу того, ну, для меня, ну, как человека, который глубоко почувствовал, что Бог создал человека не как индивидуума. Мужчину и женщину сотворил их. Бог создал человека как семью. И в этом есть и образ троицы в человеке. Человек – троичное существо, мужская ипостась, женская и детская. Три ипостаси единого существа. Ангельский собор и человеческий род. Если человек индивидуализируется, он превращается в беса. Ну, плотиного беса. Потому что подобие он потерял в грехопадении. Образ он теряет в результате религии и либерализма. Как вам? Ну, очень верное, на мой взгляд, замечание. И мне представляется, что тут, если брать не теологический аспект, я вот с философской стороны посмотрел. Дело в том, что когда индивидуум утверждает себя выше всего, он постепенно начинает разрывать связи. Ну, вначале с народом, потом с церковью скажет, моя вера важнее, вот я могу верить в это, а могу в это верить. Соответственно, он уже не может быть... Я говорю, мое личное дело. Личное дело, личный Бог, личная вера. Мой Бог. Поэтому даже они говорят, мы христиане, но мы против церкви, потому что мы верим. Но это наш личный христиан. А церковь – это опять собор. Соборность, да. Поэтому он не может быть членом соборной церкви, он не может признать правоту других индивидуумов или традиции, например. Он отрекается от этого. Но что любопытно, постепенно, утрачивая коллективную идентичность, представитель либеральной философии утрачивает и гендерную, половую идентичность. Он говорит, а почему это я должен разделять, будучи мужчиной, с другими мужчинами эти качества? Давай-ка я ее поменяю, продемонстрирую, что индивидуум важнее во мне, чем мужчина или женщина, то же самое. Отсюда смена пола, отсюда защита сексуальных меньшинств. Никак, вы знаете, периферийная часть – это ось либеральной философии. То есть все либералы рано или поздно должны прийти к защите права на выбор пола. А вот дальше последнее, что остается. Многие либералы сегодня на самом таком пике развития этой философии говорят, но ведь человек – это тоже коллективная идентичность. То есть я, Петя и Ваня, мы оба люди, значит, мы разделяем что-то общее. А мне ничего общего с ним не связывает, я хочу делать личную карьеру, личные креативные свойства. Поэтому человечество, гуманизм тоже идет туда же, куда шло до этого. Церковь, народ, отечество. И в результате мы получаем индивидуума, уже оторванного даже от человеческого существа. И в этом отношении, если говорить о метафоре бесов, в философском смысле, наверное, только это и может быть здесь использовано. Потому что такой индивидуум, он отрывает свои связи с архетипом человеческого. Да, он перестает быть человеком. А так как он вечное духовное существо, он просто становится бесом. Ну, для этого надо верить, чтобы так утверждать, с религиозной точки зрения это очень точно. Потому что для этого надо верить в бесов. Но они ведь начинают с того, либералы, что все, бесов нет, ангелов нет. Обратите внимание, начало секуляризации не затрагивает в начале Бога. В начале говорится, мы верим в Бога, деизм, например, европейский, но не верим в церковь, в чудеса, в ангелов и в бесов. То есть ангелов и бесов устраняют еще до того, когда устраняют Бога. А потом уже Ницше говорит, Бог умер. То есть потом заканчивается с ним. С другой стороны, ведь все святые отцы так, собственно, и говорили, что одна из главных задач дьявола – это вообще скрыться из поля зрения человека. Абсолютно верно. Ну, это как каждому вообще лазутчику. Ну, вот как мне давечу машину разбили, и потом на видеокамеру посмотрели, прокрался человек камнем, разбил стекло и спустился в овраг. Там увидел, ну, конечно, нельзя узнать. Ну, просто вот такая бессильная злоба. И это просто теряет всяческие такие возможности, такие человеческие. И причем сами говорят о диалоге. Но они не слушают никого. Да, не слушают никого. Сами говорят, о толерантности нетерпимы до просто какого-то кошмара. Это абсолютно точно, потому что нет более нетерпимых людей, чем проповедники толерантности – это первое. А это просто формула. Второе – их терпимость, либералов распространяется, тоже очень хорошая фраза, недавно где-то прочитал, что как понимают либералы свободу? Это свобода спора правого либерала с левым либералом, когда еще иногда вмешивается в их диалог радикальный либерал. Все, что стоит за этим, просто подвергается совершенно выносу за всякие скобки политкорректности. Все то, что не входит в эту троицу – левый, правый и радикальный либерал – все это считается просто неприемлемым. И объявляется бредом. Ну, или бредом, или просто… Ну, это любимое слово. Это бред, и это высмеивается как… Да. Если ты не человек, если ты не либерал, то ты не человек, считают они. По сути дела, они отказывают своим противникам или оппонентам в статусе человека. Я часто с ними сталкиваюсь. Последнее время я вот на одной программе, знаете, отче, вот я даю научное из учебника определение либерализма. Напротив меня стоит четыре человека, четыре либерала, которые кричат. Они кричат в голос просто. Знаете, это уже напоминает такую не голосолалию, а просто крик. Голосолалию, да. Да, только в обратном смысле слова. Они просто кричат разные вещи. Ну, вот голосолалия – вещь все-таки тоже близка к религиозности. Поэтому там огромное количество элементов просто религиозности. Да, или эхолалия, когда вот люди говорят на непонятных таких наречиях. Или вот в этот момент, что они протестуют? Они протестуют не против моей позиции. Они протестуют против определения из учебника. Представляете, вот меня поражает, что если это из моих уст звучит, я, конечно, откровенно говорю, что я не сторонник либерализма, я противник этой философии, этой идеологии, я консерватор, я представитель другой школы философской. Но из моих уст, если будет даже определение, А кто ваш, ну, так сказать, учитель, самый большой авторитет из философов? И вообще есть ли такой? Ну, трудно сказать. Я вообще сторонник… В какой школе принадлежите? Я традиционалист. Я сторонник традиционализма. Это философская школа 20 века, которая критиковала современность вообще и предлагала возвратиться к истокам религиозного мировоззрения как непревзойденной норме. То есть идея того, что прошлое в данном случае становится преодолеваемым, только если мы примем идею прогресса. Традиционалисты говорят, что нет идеи прогресса, есть идея вечности, которая отражена в религиозных учениях, и они не являются каким-то пережитком, просто потому, что нет прогресса. И на самом деле то, что мы имеем в виду под современностью, это снисхождение или деградация по отношению к вот этому религиозному, традиционному комплексу идей. Точно так же закат Европы Шпенглера, или вот традиционализм Рене Генона, или Юлиуса Иволл, или Мартина Хайдегера, который считал, что в философии есть забвение о бытии. И вот эта идея взгляда на исторический процесс, как отступление от нормы, как утрата измерения вечности в философии, в культуре, в религии, в обществе, это является для меня некоторой, ну, если угодно, отправной точкой. То есть я консерватор. Для меня религиозные идеи, метафизические идеи, идеалистические представления, например, платоновской философии о том, что существует божественный мир, мир идей, что существует высшее начало неизменное, что есть вечность и есть ее земное выражение, это для меня является философской базой. При этом я православный христианин, поэтому эту консервативную модель читаю или понимаю, постигаю, осмысляю через православную веру. Соответственно, и русский религиозный философ, и русский консервативный мыслитель для меня являются авторитетами в этой сфере. То есть это консервативный взгляд, сознательный, последовательный. И когда я сталкиваюсь с философией противоположной, с философией прогресса, или с философией индивидуализма, с философией либерализма, то я пытаюсь противопоставить те принципы, которыми я следую, тем, которые мои оппоненты или наши оппоненты утверждают. Мне кажется, что такой диалог был бы очень конструктивный. Только в ответ я не слышу ни аргументов, ни бесед. Поэтому, когда я слышу вашу полемику, то я вижу, что это даже не битьок, головой, стену, ну, а просто вот как, когда в электричке въезжаешь в туннель, и вы пытаетесь что-то говорить, и это даже, ну, на метр от вас не отлетает этот текст, потому что дальше он ни в уши, ни в сознание, ни тем более в сердце он не входит. И это никого не интересует, даже ведущего. Ну, для ведущего как-то свои задачи, там, по картинке, по темпераменту, такие, в общем, прикладные. А вот такого рода, чтобы убедить кого-то, поэтому мне кажется, что, конечно, такую полемику надо вести, но эффективнее, когда, ну, так представить, как будто оппонентов нет. И обращаться больше к зрителю. То, что больше всего меня, ну, убивает, то, что народы, европейские или американские, ну, я имею в виду, северные штаты, вот, идут вот по стопам начертанными сильными мира сего, потому что, ну, видно, что они вот эту религию или философию как-то вот... Приняли, да. Приняли, усвоили. Ну, я думаю, что в основном это же люди, которые, ну, сами делают деньги из воздуха, и, ну, новая политика не... Ну, там есть, конечно, элементы военной силы, но главное через, вот, подкуп. Недаром отцы говорили, «Серебролюбие – корень всех зол». Вот, что вот с помощью денег можно, ну, все, что угодно и чего угодно достичь, а деньги просто можно напечатать, что, собственно, и делается. Вот. И обращаться непосредственно, минуя вот этот барьер шумовой, такая глушилка. В России это, конечно, возможно, потому что у нас есть люди, наше общество все равно более здоровое, намного, чем западное, и либерализм проник только на очень неглубокий слой. У нас можно и нужно, на мой взгляд, обращаться к людям, но дело в том, что мы не в равных позициях. Либералы курируют тот код культурный, который сегодня транслируется народу. Они это делают не только через образование, а через образование, я вот в этой сфере работаю, там преобладает 99% этого либерального подхода. И люди, которые проходят школу, высшую школу, и даже в значительной степени среднюю школу, так или иначе, через косвенные и прямые стратегии подвергаются воздействию программированию этих идей. Потому что об этом не говорит, о философской подоплюке никто не говорит, но последствия или некоторое применение, практическое применение либерализма активно трансформирует новое поколение. То есть общество таким образом программирует свое будущее. Поэтому на самом деле... С одной стороны, ну вот как-то, исходя просто из математической индукции, совершенно видно, где этому всему конец. Более того, он и конец-то виден. Ну и вот как может обыватель себя в этой ситуации чувствовать? Что, ну я умру раньше, что ли? Нет, смерть либерализмом исключается. Смерть игнорируется. Смерть либо превращается в объект насмешки, в юмор, на самом деле, либо она вообще выносится. Это очень любопытно, что если раньше кладбища, погосты были центром поселения, на этих погостах люди собирались, чтили прошлых, принимали решения, иногда выносили суд в древности. Так у китайцев вообще это религиозность в этом построена. Но и в нашем христианском мире, в деревнях, погосты рядом с церковью, там люди собирались, это было частью коллективного бытия деревни. То постепенно кладбище, то есть все, что напоминает о смерти, начинает превращаться в некую фабрику, которая выносится за пределы города, об этом забывают, и память смертная, вообще память о конечности жизни, она откладывается, и откладывается, и откладывается. А потом вообще как бы исчезает. Либерализм, конечно, не знает ничего после того, что завершает человеческое бытие в этом мире, в земном мире, и, соответственно, сознательно выносит все имеющее отношение к смерти, к конечности бытия, соответственно, к ответственности, к душе, к вечности. Все это, к воскресению тем более, все это игнорируется самым жестким образом. Раз они выносят эту инстанцию конечности бытия в инстанцию смерти за скобки, то обращение к этому для них не является аргументом. Все сводится успел или не успел, сделал карьеру или не сделал, насладился или не насладился, получил удовольствие определенное или не получил. Если все это помещено в самостоятельную область, где есть только индивидуум со своими критериями, со своими принципиальными, базовыми регистрирующими функциями, то ни о чем говорить с таким закодированным существом невозможно. Он не верит ни в вечность, ни в историю, ни в другого, в бытие другого. Человеку он не верит, если другой не составляет угрозу, не представляет, либо не приносит наслаждение. И вот такой мир они строят. И вот это приводит к второй мысли, что оказывается, это религия, религия секты. Ну, в каком-то смысле, да. Потому что у них у всех сектантская совершенно психология. Сектантская, нетерпимая абсолютно. И проповедники толерантности, они как раз требуют, чтобы... Знаете, тоже любопытно, недавно мы объявили в изборском клубе с Александром Прохановым, с отцом Тихоновым, Шевкуновым, Сергеем Глазевым, собрались в патриотическое такое вот для обсуждения, в изборский клуб. И я предложил такую модель. Давайте попросим, чтобы половина будет, как сейчас, либеральных СМИ, системы общества, а половина консервативных. И когда я стал это озвучивать, что давайте половина будет у нас программ, основанных исходя из либеральных моделей, наслаждайся, покупай себе, вот не дай себе там как-то засохнуть, ну, или что-то еще, даже язык не поворачивается, что под этим имеется в виду. Одним словом, вот с одной стороны будет либеральная и реклама, и образовательная, и юмор будет либеральный, будут либеральные комики. А вторая половина всего этого нашего общества, пусть будет консервативной, например, там будет религиозное, там слово пастыря, программа, половина. Образование будет даваться, половина, что человек произошел из черепашки или там какой-то козявки, вторая половина образования будет рассказывать, как Бог сотворил человека. Вот идея не то, что мы, меня старались кричать сразу, вы навязываете нам что-то такое. Говорю, почему навязываю? Мы говорим, вот половина, это диалогально. Если у нас есть в обществе, есть у нас либералы, есть, но у нас же есть и консерваторы, но большинство у нас явно консерваторов. Я даже говорю, пусть не большинство, пусть половина. Это неприемлемо. Вот почему я согласен, что это сектантская, причем тоталитарная идеология. Ну, я это имею в виду. Да, не только половина, никакой половины нам здесь не светит. Если их послушать, нас просто быть не должно. Они нас обвинят во всех смертных грехах и отправят куда-нибудь подальше с глаз долой. Поэтому идея вступить с ними в диалог, на равных основаниях что-то обсуждать, принципы консервативные и либеральные, просто приводит к совершенно непотребной вакханалии. И упреки нас, что мы все хотим узурпировать все сразу. То есть нам вообще ничего не давали. Сейчас мы просим половину, нам говорят, вы хотите все. И начинают, как бы сказать, предъявлять именно это. Ну и тут какие-то страшные ярлыки, которых уже никто не боится. Ну да. Ну а не так, они уже, знаете, это как часто говорят, волки-волки, они столько говорят вот этими языками, что уже, мне кажется, они потеряли смысл. Они как только не называют и нас, консерваторов, и Путина, что в конечном итоге, мне кажется, уже становится безразличным. А когда слушаете упреки, оскорбления, даже просто не обращая внимания, потому что от частотности употребления этих необоснованных оскорблений, они, по-моему, уже потеряли свое такое вот устрашающее значение просто. И уже стали каким-то восприниматься, как, ну, такое вот, междометие. И вот вы, наверное, тоже обратили внимание, как они боятся слова враг. Да, потому что они, с одной стороны, нас обвиняют врагами в рот человеческого, с другой стороны, как только возникает здесь симметрия, скажем, вот это ваше, мы враги для вас, вы враги для нас. Вот этого они не хотят. Мы для них враги, а они для нас должны быть друзьями. И вот только еще, кстати, 40 на одного у них пропорция, а не в полемике или в экспертном сообществе. Кстати, вот один такой, сейчас вот уже немножко подвинутый деятель политический, близкий в свое время к власти, Владислав Сурков, он организовывал все экспертные площадки, приблизительно так, 40 либералов, 2 патриота. И если там появлялся третий патриот на 40, начинался просто скандал, людей начинало, то есть это можно было полемизировать, но только в таких приблизительно пропорциях. И вот мне представляется, что когда они видят двоих людей, двух консерваторов, например, даже на фоне 20 либералов, возникает какая-то паника просто. Они считают, что вот эти все пропорции нарушены, что идет просто тоталитарный захват власти их противникам. В этом отношении я считаю, что ничего страшного, если бы мы сказали, что в нашем обществе есть разные люди с разными мировоззрениями, и есть 2 группы людей, консерваторы и либералы, например. Пусть кто-то будут и еще больше дополнительных, но этот в основном самый главный вопрос, который мы сейчас обсуждаем, это либерализм либо консерватизм. Причем вопрос консерваторов, это не значит быстро или медленно ехать в сторону либералов, это ехать направо или налево, ехать на север или на юг. Мы спорим не о скорости, и когда нам предлагают согласиться с общим курсом, который намечают либералы, и нам отводится только функция тормозить их, вот тут, мне кажется, можно сказать, мы вообще не собираемся двигаться туда, куда вы нас зовете, или подспудно, тихо, не объясняя, подталкиваете. Давайте поговорим о цели движения нашего общества, давайте поговорим о путях развития человечества, о ценностной системе. И вот тут начинается как раз, что вы хотите остановить прогресс, вы хотите вернуть нас в темное Средневековье. Ну да, общие слова, сталинизм, Средневековье, там, просто вот, ну, какие-то... Мракобесия еще вот они используют, мракобесия. Ну, вот тоже очень любопытно. Да, то есть, если человек говорит, что, например, там, Бог есть, это, в принципе, почти мракобесия. А если он говорит, что надо верить в церковь, ну, уже все просто это... Это, по сути дела, ну, посмотрите, у них улыбка возникает такая, как будто, как вот они говорят, например, о Лукашенко. Ну, о Лукашенко они говорят всегда с усмешкой, всегда. Всегда ернешься. Вот если они не добавляют к слову «батька» или никакой этого такого циничного, то они уже чувствуют себя нехорошо. Так же они говорят и о церкви. То есть, так же они уже сейчас... И вообще о власти. О власти. Так называемая власть, или это известная власть. У них... Ну да, власть только вот с таким предприятием вкусом. Да, и если они еще раньше держались, то последнее время, вот после этих историй с Болотной площадью, с Пусси Райд, говорит, здесь либералы просто заняли позицию жестко против власти, против церкви, против традиций, против большинства. То есть, когда я со Сванидзе где-то беседовал, он говорит, ваше большинство – это темные, грязные, живущие в провинции, там, пролетарии. Типа, вот на самом деле, ваше большинство, а наше квалифицированное меньшинство, цеха Москвы, вот с этого либерального сообщества, это и есть цвет нации, которые способны обеспечить прогресс и процветание. То есть, идея такая, что сегодняшняя демократия – это уже не власть большинства. Это для них, это власть меньшинства. Ихнего меньшинства, либерального меньшинства. А как же вот вчера тоже вот хорошо Лунгин говорит, мы интеллигенция. И это он говорит, ну, человеку, там, доктору наук, там, физиологических, политических, имея в виду, что мы, а я, наверное, пролетариат, ну, и хорошо, есть простой русской семьи. Но дело в том, что ну, есть такой уж, может, не совсем простой, это были образованные люди, но тем не менее, для них русские – это не может быть интеллигенцией, получается. Если человек русский, он не может быть интеллигенцией. Нет, может. Если он целиком разбирает веру либеральной секты. Но это действительно, типа, бесов уже Достоевского, это просто... Натурально. Вот в том-то и дело. И интеллигенция – это есть, ну, такое кодовое название. И очень многие русские люди боятся просто выпасть из этого пула. Просто боятся. Почему? Ну, это понятно. Могут заклевать, могут расписать тебе подъезд, могут разбить машину, а потом могут и убить. Ну, тоже могут, конечно. Это вполне возможно, и там Столыпина убили. Ну и сколько людей вообще, представители консервативной интеллигенции за раскулачивание или там за какие-то... Ну, меньше, что вообще чуть не первого убили. Михаловича. А был такой консервативный публицист. Вы знаете, ну вот как вот один консервативный консерватор, Артур Мюллер, Ваненбрук, правда, немецкий, сказал на стороне консерватора вечность. Поэтому вот когда мы гибнем за наши идеи, за религию, за веру, за церковь, и становимся жертвами вот этого, как бы, либерального террора, мы знаем, где и как мы получим воздаяние. Даже если, конечно, на самом деле надо стараться быть и лучше, и соблюдать вообще все то, что требует традиция. Но мне кажется, что все-таки, если человек до конца отстаивает взгляды своей религии, своего народа, своего общества и отдает за это жизнь, он на самом деле, ну, этот труд не проходит даром. Ну, разумеется, он уподобляется спасителю. Ну, это может быть очень высокий, слишком высокий образ. Ну, это же просто уподобление, всего лишь. Я тут никаких, как бы, громких слов не говорю. Просто человек выполняет свой долг. Долг русского человека, долг исторически приезжающего к той череде, которые создали нашу великую страну. Он ни от чего не отказывается в себе. Да, это очень важно. И в этом отношении, мне кажется, их страх, но ведь они тоже очень сильно боятся, они когда на нас смотрят, они понимают, что в какой-то момент их игра может быть разоблачена, их действие может быть обнародовано, их стратегия может быть предъявлена и обозначена. Я вижу в них страх. И вот что им дает возможность, ради чего они действуют? Мне даже возникает ощущение, что за этой либеральной, индивидуалистической, западнической такой модернистской и постмодернистской повесткой дня скрывается все-таки что-то еще. Может быть, действительно, как вы правы, какая-то контр-вера, не просто вот эта идея индивидуализма. Вера со знаком минус. Да. Как вот есть отрицательная духовность. Такой черный вакуум. Ну да, или темная церковь какая-то, вот особая антицерковь. То есть что-то напоминающее, поскольку просто человек до таких вот низин, мне кажется, дойти не может. Потом так без... страшно. Они боятся и двигают свое. Они понимают, что они делают подлость, что они... Нет, ну там сплошное передергивание. Ведь сплошной обман, сплошное ерничество. И причем все шито не белыми нитками, а канатами белого цвета, толщиной с ногу и по три саженной длиной. Как это не заметить? Все шито белыми нитками. И, знаете, начинают серьезно говорить о каких-то своих лидерах, когда там, ну, все на поверхности. Вот все абсолютно. Ну и вообще, как вы смотрите тоже, я вот поражен дерзостью вот этих, как бы, групп, потому что история спусирает. Явно проваль. То есть явно проваль. Это, ну, как бы, безобразное богохульство, плевок, оскорбление народа. Причем люди, которые это осуществляли, делали это, как бы, умышленно, по определенной программе. И их эстетико-моральный уровень, даже человеческий уровень, настолько и предшествующую часть в предшествующих акциях, настолько, ну... И название. Да, все это настолько чудовищно, что, казалось бы, защищать это могут только самые маргинальные, ну, такие вот, ну, экстремистские, что ли, откровенно, слои. И вдруг мы видим наших, вполне таких вот нейтральных либералов, которые ставят свои подписи под абсолютно провальным, на мой взгляд, вот, мероприятием. Дальше включается Запад, дальше включается, в принципе, Хиллари Клинтон. И мы видим, что... Нет, Обама, премьер-министр Англии, первые люди вообще. То есть, мир становится вот за этой, ну, провальной, гадкой совершенно, ну, я даже не трудно подобрать слова, такие более-менее корректные, политкорректные, в отношении квалификации этого мероприятия. Со всех точек зрениях это не должно было бы быть, потому что они бросают вызов всему, народу, истории, церкви, просто минимальному представлению о чувствах верующих. Нет, ну, просто можно было бы стесняться какой-то неприличности ситуации. Да, да. И тем не менее... Вот, там, лауреат премии мира Сахаров, или там, по литературе, Солженицын, ну, и Бунин. Да. И вдруг выдвигаются они. Это... И во что это превращается? Это премия сразу. Абсолютно. И дальше во что превращается Обама? Во что превращается Запад, который выстраивается с той стороны? Нет, но Обама тоже лауреат. Ну, тоже. Ведущие войны, войны агрессивные, продолжающие это, как ни в чем не бывало, вторжение там в Ливию. Это... И поэтому ему дали сразу, после вашествия, потому что, ну, все же программы-то военные операции, они разрабатываются до года. И, да. И вот военная операция, которая приводит к тому, что человеку, ведущей агрессивные войны, дается премия мира. Уважаемые, так называемые, люди, которые претендуют на толерантность и уважение прав верующих, оказываются среди первых подписантов в поддержку этой богохульной и сеющей религиозной розни. Ну, вот эта выворотка, это же сатанизм. Ну, по-другому слову. Дьявол, это же обезьяна бога. Вот, трудно не согласиться, потому что на самом деле такого рода... Я вот хотел бы вопрос задать, вот задаться, может быть, риторическим, о дерзости. Вот что этих людей подталкивает так дерзко бросать вызов здравому смыслу, своим же собственным высказываниям, как они могут ставить на карту свои, в конечном итоге, репутации, подписываясь под этой, ну, совершенно безобразной акцией, которой каждого человека, кто поставит свою подпись, сразу же, я думаю, необратимо в глазах людей, которые хоть что-то еще соображают в мире, делают неприкасаемое. Вот это просто, по сути дела, подставить, ну, как, даже трудно сказать, вот под расстрельным списком, что ли, под собственным доносом на себя самого. Тут очень просто, это опять сектантское сознание. Потому что внутри секты там другие совсем ценности. Они противоположны всем остальным. Они инициированы, все остальные профаны. И, понимаете... Это тогда уже опасно просто становится. Тогда с ними уже просто опасно иметь дело. Нет, опасно. В том-то и дело опасно. Это мы имеем дело просто с содержимыми людьми, у которых здравый смысл, собственные слова, логика, содержательный анализ тех тезисов, которые не защищают, их же самих и не убеждают. То есть речь о каком-то военных стандартах. Вот поэтому я и как-то вот... Ну, мне чудно вас к чему-то призывать, но все-таки мне кажется, вот тратить энергию на полемику с ними, это, как говорит наш президент, контрпродуктивно. То есть вообще. И более того, ну, вы можете, несмотря на то, что вошла железная логика, но вот в этом крике что-то произнести, такое, что может воспринять еще кто-то, просто невозможно. Поэтому надо, мне кажется, ну, какие-то формы другие искать. Ну, вы правы, конечно, но тут вопрос такой, что мне представляется, что сейчас у нас в значительной степени стоит на повестке дня следующий вопрос. Наверное, я надеюсь, Путин и власть осознали, с чем они умеют дело. Вот этот серьезно. Потому что... Ну, с другой стороны, они же тоже, вот я смотрю на наш политику, вы уж, простите, я перебил, они стараются вести себя так, чтобы, ну, как бы делать вид, что они тоже. Потому что... Что они тоже пусирают, что ли, делать вид? Тут в обратной стороне уже не яблоко. А в конечном итоге так и бывает. Поэтому и высказывания Дмитрия Анатольевича, что он... Ну, он в том же духе сказал. Вот просто это калька с большинством. А там, ну, это безобразно, но надо вот как бы отпустить бедных девочек. Вот все то же самое, немножко другими словами. Вот. А на самом деле вся ситуация глобальная, она и называется пусирает. То есть, пирар. Да. То есть, людям показывают, рассказывают некоторую картинку, а на самом деле делается... Ну, вообще, человечество готовится к торжественной встрече антихриста. По-другому не объяснили. Это же понятно. Ну вот. А в этой ситуации вот для церковного человека что мы можем предложить? Ну, понятно, как Розанов говорил, в оппозиции стоит не тот, кто бомбы кидает, а тот, кто в церковь входит к обидней. Это само собой. И это просто бриллиантовые такие слова Василия Васильевича. Но вот сегодняшняя ну, просто вот координата. Вы знаете, отче, я полагаю, что на самом деле, если мы будем только ожидать защиты нашего Отечества, нашего общества, нашей церкви, нашей религии, нашей веры от власти или от каких-то юридических инстанций, ну, мы можем оказаться в такой же ситуации, как, в общем, оказались наши предки там сто лет назад. Очень важно, на мой взгляд, чтобы русские люди, православные люди, это мое личное мнение, осознали, что они, во-первых, являются силой, они являются народом, они являются теми, кто веками жил на этой земле. И судьбу свою, своей церкви, своего народа надо брать в свои руки. Легко, конечно, сказать так, но самоорганизация, русские очень плохо самоорганизуются. Вы посмотрите, как эта небольшая секта умудряется благодаря солидарности, благодаря своей поддержке, продвижению своих людей, как они умудряются навязать большинству свою чудовищную, абсолютно неприемлемую, омерзительную повестку дня. А мы это вынуждены смотреть на телевидении, потому что это все их рук дело, их телевидение. Мы вынуждены отдавать своих детей на воспитание в наши же вузы и школы, которые тоже формируются сейчас, и они пытаются захватить весь госстандарт в свои руки. те же самые ультралибералы из высшей школы экономики претендуют на захват государственного стандарта вообще высшего образования. Не волнуйтесь, они там найдут бреши, чтобы сделать либерализм доминирующей идеологией, изгнать оттуда религию, это их задача просто откровенная. И вот мы, а мы будем это терпеть, мы будем потом пытаться вести диалог, если мы верующие люди, пришедшие с нами, нашими детьми из этого института по промывке мозгов в либеральном ключе будем вести о религии, о боге, которые мы сами часто не очень хорошо знаем, наши богословские и церковные истории. Поэтому мне представляется, что народ должен организовываться, что русские должны понять, что сейчас на повестке дня судьба нашего народа и нашей церкви в очередной раз история ставит нас перед очень серьезным выбором, если мы сами не организуемся в православной дружине для защиты наших святынь и храмов. Кстати, про дружину. Как только вот этот парень Иван заявил об этом, вы знаете, ну мне довольно часто звонят разные СМИ с просьбой каких-то комментариев, но в этот день был какой-то шквал. То есть, ну вот как будто началась термоядерная война. Понимаете, вот дружины. То есть, это был такой испуг. Хотя это просто общество, да? Да нет, вообще неадекватный. Ну, сколько можно в этих дружин, дружины вот при нашем народе, которые вот, ну в таком состоянии духовном, можно вообще найти человека. Какие они вообще представляют опасность? Нет. Страх и ужас. Ну вот видите, люди хотят объединяться для сохранения своих святынь, для поддержки порядка, и это вызывает такое возмущение. Но значит, мы на правильном пути, значит, надо создавать подобного рода дружины, надо создавать, может быть, комитеты, православные, русские комитеты, солидарные комитеты, не для идеологии, не для создания какой-то своей вычурной философской или политической модели. Там партии, само собой, они у нас особенно не действуют. Но вот если мы просто начнем понимать, что нам, как русским, как православным людям, жителям, как россиянам вшире, потому что мы часть одной культуры, одной страны, по-настоящему грозит опасность, и эта опасность имеет имя, эта опасность имеет совершенно четкие штабы, и мы видим это сейчас по некоторым заявлениям власти, по некоторым фильмам, что это не случайно, то, что может показаться спонтанным недовольством, вылезшим на улице, оказывается элементами продуманной сетевой борьбы против нашего общества, где участвуют и радикальные либеральные элементы, и крайне левые, и крайне правые, и экстремисты разных сект, в том числе исламских радикальных, и не только исламских, просто, и все это разноречивое, разношерстное собрание, казалось бы, не очень еще и консолидировано, является модерируемым, управляемым, финансируемым из определенных источников. Если мы не поймем, что дело спасения России в нас самих, от нас сегодня зависит, от нашей способности мобилизоваться, преодолеть индивидуальное раздражение, которое часто разводят и лидеров общественного движения, и просто русских людей. Нас всегда было много, а сейчас мы оказываемся в ситуации, что нас уже не так-то много по сравнению с другими окружающими нас обществами, и пора бы просто задуматься о том, что если мы не сплотимся, просто не сплотимся для защиты себя, своих, но ведь мы-то сами были, как мы говорим, народ богоносный, не только себя, соответственно, мы защищаем, не из эгоизма так действовать, а нам что-то вручено, миссия историческая, духовная, религиозная, культурная, в конце концов, код нам дан богоносными, преподобными, богоносными отцами, которые создавали наш народ изначально, вклад и нашу государственность, нам это передали, и поэтому защищая себя, мы не себя защищаем, мы защищаем тот образ, который нас вложит, и если мы не будем его защищать, если мы сейчас не встанем на его защиту, мне кажется, вот та сила, действительно, та секта, которая просто имеет очень серьезные рычаги влияния на наше общество, ну, она нас может добить, а тогда она откроет двери нашим противникам, она просто взорвет и разрушит наши храмы, она сквернит наши святыни, и она просто превратит нас в рабов, то, против чего мы пытались бороться в течение тысячелетия, чтобы никто не стал над русской культурой, над русской государственность сапогом, чтобы мы говорили на русском языке, исповедовали нашу веру, и чтобы народы, которые с нами солидарны в историческом пути, тоже имели право на свободу и свободное развитие под нашей протекцией, под нашей опекой, с нашей дружеской помощью, и так и было, даже многие татары, например, Исмаил Гаспринский говорил, что у русских и тюрок, у татар общая судьба, не просто исторически, а кто-то оказался. Ну, это безусловно. Да, вот эта общность судьбы, которая сплотила наш народ в единство, вот она сейчас под вопросом, поэтому мне представляется, что действительно многие вещи сейчас обнаружились, и вот если раньше нам просто можно было сказать, что давайте построим как на Западе, давайте все в гуманизм, то ясно, что же это не гуманизм и не как на Западе, а что-то совершенно, совершенно другое, что нам готовится пусирает, вот как бы бытие этих... Глобальным масштам. Да, глобальным масштам. Нам нагло наденут эту штуку. Да, и заставят прыгать. Да. И вот только так, если мы не будем, если мы откажемся прыгать, оскверняя наш храм, нас осудят, как мракобесов, там, консерваторов и назовут еще другими нехорошими словами. Спасибо, Александр Гельчук. К сожалению, время истекло. Я прям с удовольствием начал бы уже следующий эфир, но я думаю, мы продолжим. Дорогие братья и сестры, я думаю, вам было с нами сегодня интересно. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин